В Одессе прошла конференция «Русское движение. Проблемы и надежды», организованная Институтом стран СНГ. Главным спикером на мероприятии был российский политтехнолог Константин Затулин. Он практически в открытую обвинил партию региона в подыгрывании всеукраинскому объединению «Свобода» и смене вектора политики в сторону евроинтеграции. Российский политик Константин Затулин уверен, что русское движение в Украине на сегодня фактически потерпело поражение. После последних выборов в парламент партия регионов взяла абсолютное большинство во власти. Но одновременно с ними в Верховную Раду прошло и всеукраинское объединение «Свобода». И уже сейчас это вызывает напряженность между регионами Украины. Более того, российский политик уверен, что «Свобода» зашла в парламент с благословения правящей партии. Политтехнологи, обслуживающие действующую власть, соблазняют Виктора Януковича и партию регионов идеи, что выход Олега Тегнебока во второй тур на выборах 2015 года дает как раз Януковичу гарантированную победу. В истории есть плачевные для человечества примеры такого заигрывания. В 1933 году прошлого века подобную комбинацию пытались провести в Германии. Но тогда неожиданно для всех к власти пришел Адольф Гитлер. Чем это закончилось, мы знаем. Символично, что позицию свободы многие политологи называют неофашистской. И все это происходит на фоне того, что украинская власть в последнее время охладила отношения с Россией. Мы сегодня наблюдаем в течение уже достаточно долгого времени, как минимум двух, а то может быть и двух с половиной лет, затянувшуюся паузу в развитии отношений России и Украины. Встречи президентов и премьеров происходят, но договоренности фактически все время откладываются. К чему приведет сегодняшняя вертикаль власти в Украине, пока непонятно. Но можно сделать вывод, что в России очень сильно обеспокоены тем, что всеукраинское объединение свободы набирает обороты на фоне паузы в русско-украинских отношениях. Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».